Ну что, друзья, всем привет! Я сегодня с вами сижу с кружкой «Никто кроме меня» из очень старой партии моего мерча, где-то года 2019-го, и это что значит? Значит, мы сегодня будем с вами проводить очередной политический завтрак. Много было тем для обсуждения, я вроде как вам сказала, что следующее видео будет посвящено 50-30-20 вопросам о политике, но политическая ситуация в мире постоянно меняется, поэтому приходится вносить какие-то коррективы в наш с вами график, и сегодня я хочу с вами поговорить про ядерную программу КНДР. Конечно, я не ядершик, с этой точки зрения, с технологической точки зрения, я вряд ли смогу вам что-то сказать, да, как выглядят эти боезаряды, я не знаю, там, как работает их конкретно ядерное оружие, но при этом с политической точки зрения мы с вами можем это обсудить, и также поговорить про стратегическую стабильность, про ядерное оружие в целом, и вот обсудить какие-то такие моменты, связанные с этой программой. Так что, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. Традиционно есть большая вероятность, что видео выйдет длинным, поэтому внизу есть тайм-коды, тайм-коды также отражаются здесь на бегунке видео, поэтому, если вам интересна какая-то конкретная часть этого видео или какой-то конкретный вопрос, перематывайте и не стесняйтесь, скажем так. Сегодня я хочу с вами поговорить про множество аспектов, потому что говорить на самом деле есть о чем, и когда мы с вами говорим про КНДР, конечно же, вспоминаются многолетние усилия мирового сообщества для того, чтобы создать вот тот самый режим стратегической стабильности, который позволил бы создать условия неприменения ядерного оружия по максимуму, да, понятно, утопична идея отказа от ядерного оружия полностью, поскольку было влито очень много средств в эти инновационные разработки, и на протяжении многих лет на вооружении ядерных стран и некоторых даже уже неофициальных ядерных стран эти разработки используются и стоят в качестве основных каких-то направлений развития своих вооруженных сил, понятное дело, от этого никто не откажется, но, по крайней мере, старались ограничивать гонку вооружений и каким-либо образом сдерживать устремление разных стран обзавестись ядерным оружием, хотя, как мы видим, не всем это помогло, и, конечно же, в связи с этим стоит говорить про стратегическую стабильность, что это такое, и хочу еще с вами поговорить о том, почему некоторым странам так необходимо заполучить ядерное оружие, почему они так стремятся к этому, и зачем оно им вообще. Сравнивая наше время, может быть, с веком Холодной войны или даже с теми же 90-ми, с точки зрения стратегической стабильности, я не знаю, говорить, что нам повезло или что нам не повезло, потому что сейчас мы находимся в той точке, когда очень много разных мировых тенденций, так называемых глобальных трендов, которые формируют абсолютно новую систему, показывают какие-то несовершенства существующей системы, и в числе таких трендов, конечно же, постепенное разрушение режима стратегической стабильности. Что такое вообще стратегическая стабильность? Ну, об этом понятии заговорили где-то в 1960-е годы, и впервые понятие было использовано в американских кругах, о нем заговорил министр обороны США Роберт Макнамара, и в то время стратегическая стабильность понималась очень узко, то есть это было положение, такое положение сил между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, в котором учитывалось взаимодействие этих стран в стратегической ядерной сфере, учитывались разные виды вооружения и, конечно же, ядерное оружие. Простыми словами, стратегическая стабильность поддерживалась тогда, когда вероятность нанесения какого-либо упреждающего удара была минимальной, то есть ни одна из стран, несмотря на огромные арсеналы ядерного оружия, не стремилась нанести удар по другой, да, потому что мы помним Карибский кризис, 1962 год, когда мир стоял на грани, по сути, Третьей мировой войны, которая могла бы стать уже ядерной, но вовремя, к счастью, все одумались и Карибский кризис остался вот таким вот историческим феноменом, который потом повлиял на восприятие, в том числе политическими элитами, ядерного оружия, ядерного фактора, так что вот состояние, в котором минимальная угроза, но при этом, да, у нас существуют разные виды оружия, и они на вооружении определенных стран, ну, в контексте этой формулировки на вооружение Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, это стратегическая стабильность, понятное дело, прошел век биполярности, и нам нужно каким-то образом использовать этот термин, и есть абсолютно широкая трактовка, которая подразумевает примерно ту же идею, стратегическая стабильность в нынешнем смысле слова, в широком смысле слова, это обеспечение таких военно-технических, военно-политических, технологических условий, в которых, опять-таки, минимизируется опасность возникновения войны, широкомасштабного удара одной страной на другую, то есть, ну, как вы понимаете, это что-то типа статуса-кво в военном плане, да, все как есть, даже если есть какое-то определенное наращивание. Тогда вопрос складывается, да, что такое режим нераспространения и что такое режим стратегической стабильности, почему мы говорим о развале постепенным вот этих вот режимов. Режим нераспространения формировался на протяжении многих лет посредством подписания разных договоров в сфере ядерного нераспространения, поскольку в 20 веке основные ядерные державы, да, пятерка, это Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Франция, Великобритания, Китай, не все участвовали вот в этой гонке вооружений, а в основном участвовали Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, именно вот в этой плоскости двусторонних отношений как раз-таки было формирование вот этого режима нераспространения. Конечно, было очень много разных и решений МАГАТЭ после создания организации в 1957 году, это организация как раз-таки посвященная, ну, по сути, мирному атому, но в том числе она занималась инспекциями в разных государствах, таких как Иран, таких как, допустим, КНДР, для оценки, насколько их ядерная мирная программа соответствует мирным целям и насколько она может использована быть потом в военных целях, с чем призывали бороться. Так что было создано много разных документов, решений, договоренностей, ключевые из которых это договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, ДНЯУ сокращенно, наверное, договор знают многие, по крайней мере, о нем слышали. Это множество договоров между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3, СНП, аббревиатуры, которые, возможно, достаточно сложны, но на самом деле это договоры, которые призывали сокращать стратегические наступательные выражения, которые призывали формировать систему, в которой наращивание ядерного оружия и любого другого оружия будет как минимум идти медленнее. Никто не говорит о том, что наращивание происходить не будет, но оно хотя бы будет держаться в каких-то рамках. И, в общем-то, на протяжении многих лет, я бы даже сказала до 2010-х годов, вот эта стратегическая стабильность более или менее как-то формировалась и оставалась, ну, отчасти нетронутой. Конечно, стоит вспомнить 2002 год, когда Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, что стало уже подрывом существующего режима нераспространения, но при этом не было еще таких кризисных тенденций, которые привели к тому, что мы имеем сейчас. И эти кризисные тенденции постепенно формировались и нарастали, и мы с вами увидим, что, наверное, вот после 2010-х годов, точнее, вот с 2010-го по 2020-й, как раз-таки наступает вот тот самый пик, в который очень многие эксперты задаются вопросом, остается ли стратегическая стабильность, как она сейчас выглядит, какова вероятность войны, какая война это будет и будет ли. Это вопрос, который сейчас часто обсуждается и часто стоит. Многие говорят о том, что ни ядерной войны, ни конвенциональной, так сказать, войны не будет, поскольку с приобретением технологических разных усовершенствованных устройств нет никакого смысла задействовать живых людей. Все будет происходить либо в киберполе, либо посредством роботизированных машин или людей, которые будут одеты в роботизированную кипровку, то есть ущерб для человека как единицы военной будет минимальный, и, конечно же, ущерб для человеческого ресурса разных стран тоже будет минимальный. Отсюда возникает вопрос, насколько больше становится вероятность войны, насколько легче будет эту войну развязать, если, предположим, что человеческие потери минимальны. Единственные потери — это железки типа дронов, это какие-то машины, которые управляются дистанционно, и это какие-то, я не знаю, роботизированные, опять-таки, объекты. Это большой вопрос, поскольку на данный момент человечество еще не вышло на тот этап, когда у нас очень высокий уровень роботизации. Вспомним, допустим, Boston Dynamics, как у них эти четвероногие друзья-роботы периодически падают и все-таки все еще не совершенно себя ведут. Мы не можем точно ответить, что будет, но рассматривать этот вопрос необходимо, и внизу вам оставлю литературу, если вы хотите немного больше почитать про стратегическую стабильность и разобраться в какой-то конкретике, понять, что это такое. Какие еще кризисные тенденции были связаны с постепенным размыванием вот этого режима нераспространения ядерного оружия и вообще стратегической стабильности? Первое и самое известное — это выход Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Договор был важнейшим, потому что он ограничивал огромный набор арсеналов России и Соединенных Штатов Америки. Выход Соединенных Штатов Америки был обусловлен обвинениями в сторону России, и, кстати, со стороны России были такие же обвинения, в том, что она не выполняет условия договора, что некоторые ракеты, испытанные, запущенные, произведенные, не соответствуют рамкам договора, они имеют большую дальность, чем оговорено, отрицали обвинения как Россия, так и США, в итоге это использовали как повод. Стоит понимать, что несмотря на то, что да, можно зацепиться именно за этот факт, что как будто бы кто-то не выполнил условия, здесь немножко другой вопрос. Здесь вопрос в том, что этот договор работает исключительно для двух стран, это двусторонний договор, имеющий важность только для них. У нас на данный момент есть еще одна страна, которая является ядерной державой, экономически очень хорошо развивается и наступает на пятки США, это Китай. Китай, который также обладает ядерным оружием и наращивает свои арсеналы, не включен в этот договор, как и в другую канву договоров, которые заключались в биполярном мире. То есть это были исключительно двусторонние договоры. Поэтому существование договора о ракетах средней и меньшей дальности, или, как его чаще называют, ДРСМД, абсолютно не соответствует внутренним интересам США, но можно в какой-то степени сказать и России, поскольку оно, существование этого договора, обязывает не распространять вооружение и сокращать вооружение только две страны. При этом на Китае нет никаких рычагов давления в этом плане. Так что есть большая вероятность, что именно это послужило истинной причиной выхода из договора. Ну и, конечно же, другая сложность заключалась с СНВ-3, с договором, который был подписан Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. И этот договор был очень важен, поскольку он был, скажем так, последней яркой точкой, когда, несмотря на определенные кризисные тенденции в современное время между США и Россией, можно было договориться о ядерном нераспространении. Договор заканчивался в 2020 году, и нужно было его продлевать. И на протяжении нескольких лет при Трампе было непонятно, продлится ли этот договор и что с ним дальше будет. Если он не продлился бы, а он продлился спойлерю вам при Байдене, если бы он не продлился, было бы очень много проблем, потому что, скорее всего, все бы как на доске домино начало валиться, потому что еще один договор провалился, у нас бы это уже был третий на счету договор. Первый выход США из ПРО, второй выход США из ДРСМД, и третий неподписание СНВ-3. Большая проблема для статуса КВО в сфере безопасности. Это действительно очень серьезно. И, конечно же, на фоне этого всего у нас существуют государства, которые не являются официально ядерными. Они обладают ядерным оружием, либо есть данные, что у них есть ядерное оружие, все это не подтверждается и не опровергается, и таких государств, конечно же, несколько. Скажу вам про самые яркие примеры, о которых будем говорить сегодня. Это, конечно же, КНДР, страна, которая с 2012 года в Конституции имеет строчку о том, что она является ядерной державой. Это Иран, который обвиняют в том, что он разрабатывает ядерную программу, но он вроде как отнекивается, хотя много вопросов тоже есть к Ирану. Это Индия и Пакистан, которые не являются ядерными странами, официальным ядерным клубом, но которые обладают ядерным оружием, и именно этот фактор обостряет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обостряет ситуацию вообще в Южной Азии, поскольку у нас с вами есть две страны, Индия и Пакистан, которые обладают ядерным оружием и у которых есть территориальный конфликт. Будем надеяться на рациональность политических элит, но нет никакой гарантии, что эти страны в момент обострения своего конфликта не воспользуются ядерным оружием хотя бы самого мелкого заряда. Никакой гарантии нет, поскольку страны, опять-таки, не сильно горят работать в рамках общей вот этой вот конъюнктуры безопасности, хотя Индия на протяжении многих лет показывает себя в качестве такого, знаете, добросовестного участника международной жизни и очень мало к ней вопросов в плане ядерных каких-то разработок и очень мало претензий, потому что ведет она себя очень сдержанно. К другим таким странам относится, конечно же, Израиль, про Израиль не стоит забывать, и у нас есть еще другие страны типа Республики Корея и Японии, которые не имеют ядерного оружия, но теоретически имеют разработки для того, чтобы, если понадобится, буквально за короткие сроки, создать его. Так что ядерное распространение в мире существует. Теперь же вопрос. Зачем определенным странам необходимо ядерное оружие, если в целом можно абсолютно спокойно без него существовать, иметь угрозу, как и все другие? Но почему именно какие-то страны стремятся заполучить его, разработать его и развивать свои ядерные программы? Для этого я могу вам предложить обратиться к работе, которая называется The Strategic Logic of Nuclear Proliferation, то есть стратегическая логика ядерного распространения, скажем так, в которой очень хорошо отражено, как же можно оценивать устремление разных стран к ядерному оружию. Существует несколько факторов, которые нужно учитывать, когда мы говорим об этих странах и об их желаниях, скажем так. Первое — это в целом общий уровень угрозы. Чем выше уровень угрозы на отдельно стоящую страну, тем больше есть вероятность, что она захочет уберечь себя от этой угрозы через ядерное оружие. Второй момент связан с тем, насколько эта страна имеет относительно своих соседей и врагов мощности. Если высокий уровень угрозы на устране, есть достаточно хорошее обычное вооружение, конвенциональное вооружение, никаких проблем в целом нет. Она может потенциально дать отпор, если у нее относительно высокое технологическое развитие, и ей хватает этих технологий для того, чтобы обеспечить свою армию необходимым вооружением, не прибегая к ядерному оружию, к ядерному фактору. Другой вопрос, конечно же, это стоимость ядерной программы. Если есть какие-то соседи, союзники, доноры, которые готовы по относительно низкой цене или вообще, ну, по так называемому международному бартеру предоставить разработки, либо если эти разработки на протяжении многих лет уже у страны имелись, даже через обретение информации о мирном атоме, мы не говорим о военном вопросе, стремление и соблазн заполучить какое-то ядерное оружие, конечно же, будет выше. И последнее, это, конечно же, вопрос союзничества. Если у страны есть союзник, достаточно сильный, и страна в этом союзнике видит защитника и понимает, что союзник готов вовлечься за нее, если наступит какое-то обострение, желания обрести ядерное оружие не будет. Попробуем разобрать кейс КНДР вкратце. Говоря о КНДР, конечно же, не стоит забывать давнюю историю этой страны, этих двух стран, потому что нельзя говорить про КНДР без привязки к Республике Корея, то есть к Южной Корее. И история, на самом деле, действительно сложная. С 1910 года по 1945 год объединенная Корея, тогда она еще была одним государством, была, по сути, колонией Японии. Поэтому, кстати, корейцы, несмотря на то, что стараются продавать все на японский рынок, не сильно любят Японию за вот эти вот их колониалистические, колониальные устремления в отношении Кореи, потому что Япония на протяжении многих лет на территории как раз-таки, это огромной территории, проводила политику подавления национального восприятия. Было сделано все для того, чтобы показать, что японская культура, японский язык и вообще все японское, это первоначальное, первостепенное, и в целом это очень отвечает менталитету японцев. И корейское, это все производное, что, в принципе, не особо достойно существовать. Очень много было работы сделано для того, чтобы вот это все произвести, но не получилось. Корейское национальное самосознание победило, Корея стала плацдармом для столкновения капиталистических и коммунистических сил. И поэтому у нас произошел раскол на Северную Корею, которую, очевидно, поддерживал Советский Союз, потому что пытались там сделать коммунистический строй и коммунистического сателлита, и на Южную Корею, которую активно поддерживали Соединенные Штаты Америки. И до сих пор, когда мы с вами будем говорить про то, почему КНДР захотела обрести ядерное оружие, часто будут вспоминать претензии КНДР к Южной Корее, о том, что США размещают там свое ядерное оружие и, по сути, направляют его на КНДР. Есть большие предпосылки для того, чтобы в какой-то момент внезапно началась агрессия с одной или с другой страны, и иногда идут активные провокации, эти провокации проходят в море по спорно разделенным линиям границы, скажем так. В общем, очень много проблем. И для КНДР наличие ядерного оружия, во-первых, это гарантия своего существования, потому что с поддержкой Соединенных Штатов Америки Южная Корея, даже не применяя ядерное оружие, может спокойно дойти до Пхеньяна и даже глазом особо не моргнет. Тут же хочется задаться вопросом, а есть ли какие-то условия, которые позволят стране не захотеть обрести ядерное оружие, отказаться от своих притязаний? Условия такие есть. Если есть союзник, сильный союзник, если этот союзник гарантирует вам безопасность, вы не будете обретать ядерное оружие. Если вы уверены в его поддержке, если вы уверены в его так называемом commitment, как это пишут в литературе, если вы понимаете, что вы важны для этого союзника, конечно, вам нет смысла использовать свои ресурсы для создания ядерного оружия, потому что у вас есть сильный брат старший, скажем так. Почему первый корейский кризис произошел в 1990-е годы? Почему именно тогда? Потому что сильный союзник КНДР, который некогда под крылышком держал эту страну, Коммунистический Советский Союз, распался. И КНДР остался без своего большого брата. И Китай на тот момент не особо был готов впрягаться, поскольку Китаю все это было неинтересно, да, может быть, да, Советский Союз сменился бы на другого коммунистического брата. Нет, 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 Китай занимался своими делами на тот момент. Поэтому КНДР осталась одна. У нее не было никакой гарантии, что Соединенные Штаты Америки через Республику Корею не повлияют на существование этой страны и не представят угрозу самому существованию ее. Так что это то, что, по сути, стимулировало развивать ядерное оружие не с целью даже нападения, а с целью политического престижа и политического образа вот такого вот государства, имеющего рычаги влияния. Продолжим наш с вами разговор с большей конкретикой и поговорим о моменте, когда конкретно КНДР начала разрабатывать свою ядерную программу. Точный момент вряд ли кто-то сможет вам сказать, потому что рассекреченные данные не имеются на руках, очевидно, у меня и у многих людей, поскольку КНДР крайне закрытая страна. Но стоит говорить о том, что ядерная сфера начала развиваться в 1950-е годы, как и в целом во многих государствах, которые впоследствии обретали либо мирный атом, либо ядерное оружие. Примером тому является в том числе и Иран, которые обвиняют в том, что у него есть ядерная программа и которые очень долгое время это отрицают. В 1952 году был создан исследовательский центр КНДР и на протяжении как раз 50-х годов и впоследствии 60-х годов Советский Союз активно помогал Корейской Народной Демократической Республике развивать ядерную сферу. Есть разные спекуляции на тему роли Советского Союза в приобретении уже именно военной программы КНДР. И тут стоит сразу сказать несколько моментов. Конечно, первое, Советский Союз не предоставлял военной разработки. Второе, для Советского Союза и впоследствии для России важно было, чтобы сохранялся режим нераспространения ядерного оружия. И как раз таки об этом говорит тот факт, что именно эта страна призывала КНДР и давила на КНДР для того, чтобы страна вот это вступила в договор о нераспространении ядерного оружия, то есть в дняу. Более того, Советский Союз на протяжении своей истории помогал с атомной сферой многим странам, так называемого, социалистического лагеря, и что-то мы у них не видим ядерного оружия, поэтому очень ошибочное суждение, что только из-за того, что была какая-то помощь со стороны, вот этот вот, скажем так, сторонний помощник виноват в развитии ядерной программы. Ну, в общем-то, теперь можно перенестись в 70-е годы, когда из-за того, что элементарно не хватало энергии в КНДР, страна сделала ставку на ядерную энергию и впоследствии разбивала эту сферу. В 1974 году она стала членом МАГАТЭ, ну, а в 1984 году Ким Ир Сен, будучи тогда главой государства, приехал в Советский Союз и обратился с просьбой о помощи, предоставить техническую поддержку в возведении атомной электростанции. То есть, вот мы видим вот это вот длинное развитие пути, когда КНДР занимался исключительно мирным атомом. Для того, чтобы предоставить помощь, Советский Союз сказал, пожалуйста, подпишите договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы у нас были гарантии, чтобы мы знали, что вы не занимаетесь военными вопросами и что вы придерживаетесь вот этого международного режима. КНДР ответила согласием и в 1985 году присоединилась к договору и спойлер, находилась в нем примерно 20 лет. И в 1990-е годы происходили первые ядерные кризисы, вообще это связано с жестким изменением мировой системы, с падением режимов разных стран, ну, если быть конкретнее, с развалом Советского Союза, потому что КНДР потеряла своего союзника в лице СССР и у нее стал большой вопрос об обеспечении своей собственной безопасности, потому что нет вот этого большого брата с ядерным оружием, который, если что, прикроет и защитит. Конечно же, в Северо-Восточной Азии и вообще в Азиатско-Тихоокеанском регионе на тот момент не сформировалась нормальная система безопасности, не было никаких организаций, совещаний, допустим, как в Европе, СБСЕ, ОБСЕ, этого всего не было. И, по сути, никаких механизмов обсуждения вопросов безопасности и поддержания этой безопасности на региональном уровне не было. Так что, соответственно, и гарантий у КНДР, что все будет спокойно и стабильно, не было. Как я вам и говорила до этого, по сути, желание КНДР обрести ядерное оружие исключительно продиктовано желанием сохранить свой собственный режим, сохранить свою страну. И когда они увидели, что тот самый капиталистический враг в лице Соединенных Штатов Америки остался единственным на политической карте, самым влиятельным государством, стало понятно, что просто так здесь не обойтись. И, конечно же, после того, как в начале 2000-х были, допустим, операции, ну, хорошо, я вспомню, конец 90-х Югославия, начало 2000-х это Ирак, КНДР все больше и больше начала понимать, что следующей может стать она. И поэтому ядерное оружие стало такой вот своего рода гарантией, что никто не сунется и никто не тронет эту страну и уж тем более, господи Иисусе, и уж тем более не будет пытаться как-то поменять либо режим, либо вообще стереть страну с леса земли и превратить ее в единую Корею по южнокорейскому варианту, по южнокорейской модели. Для кого могла стать угроза ядерная программа КНДР? Конечно же, первая, это Республика Корея и Япония, поскольку они находятся в непосредственной близости от этой страны. Следующие два актера, это современная Россия и Китай, но здесь больше поднимается другой вопрос. Это вопрос ядерного статуса КВО, то есть сохранение режима нераспространения, сохранение всех договоренностей, которые существовали на протяжении многих лет. В этом плане это, конечно же, подрывает все те постулаты, на которых держится внешнеполитическая повестка, скажем так, и России, и Китая. Для Соединенных Штатов Америки КНДР является непрямой угрозой, потому что, объективно говоря, их технические способности недостаточны для того, чтобы нанести какой-то ощутимый удар по США, поэтому это скорее такой вот внешнеполитический вызов, появление государства, которое выбивается и которое стремится как-то продвигать свою собственную повестку. Не стоит думать, что КНДР, сразу начав разрабатывать мирный атом и впоследствии как-то пытаясь разрабатывать в целом ядерную программу, не думала о денуклеаризации, то есть об отказе от ядерного оружия на всем полуострове корейском. В 1992 году с Республикой Кореи была подписана декларация о денуклеаризации корейского полуострова, то есть говорилось о том, что никакое ядерное оружие не будет там размещаться, не только с точки зрения КНДР, то есть КНДР как бы обязывалась не разрабатывать, но и с точки зрения Республики Корея, которая очень часто обвинялась в том, со стороны КНДР, что на ее территории размещено ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Так что была достигнута такая договоренность, конечно, впоследствии все складывалось сложнее, потому что, допустим, совместные учения 1993 года, которые назывались Team Spirit, совместные учения США и Республики Корея вызвали, ну, понятное дело, возмущение КНДР. Ну и, в общем-то, когда в 1993 году был очередной вот этот вот раунд учений, КНДР сказала, так, хватит, нам это все надоело, мы отказываемся выполнять все свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, то есть по днялу. Конечно, это было не очень приятное заявление, но пока еще не было предпринято никаких конкретных действий, это было лишь заявление, и беспокоиться никто на тот момент не стал. Но при этом Соединенные Штаты Америки начали какой-то диалог с КНДР. Спустя несколько раундов неудачных переговоров все-таки было подписано рамочное соглашение 1994 года, по которому увязывался принцип, скажем так, такого вот обмена, то есть КНДР отказывалась от развития ядерной программы, она обязывалась выполнять договоренности, при этом должен был быть создан консорциум, то есть, ну, скажем так, компания определенного типа, совместная с разными странами, либо же американская, которая должна была помочь КНДР с реакторами на легкой воде. Что это за реакторы? Это, ну, вообще, когда производится ядерное оружие военного назначения, необходима тяжелая вода. На легкой воде реакторы не могут быть использованы для создания ядерного оружия, для, там, я не знаю, преобразования этого всего в ядерную программу, то есть, это был такой вот безопасный вариант. И в 95-м году этот консорциум был создан, он был создан с несколькими государствами, например, с Республикой Корея и Японии, то есть, три государства США, Республика Корея и Япония, он назывался КЕДО, по-русски Организация по энергетическому развитию Корейского полуострова. Все шло сначала нормально, но к началу 2000-х годов начали очень сильно затягивать со всеми обещаниями, которые были даны КНДР, и нормально, это консорциум так и не заработал, и это во многом подстегнуло Корею, Северную Корею, возмутиться еще больше и заниматься тем, чем она занимается. Конец 990-х годов для Кореи был очень неприятным временем, потому что умер правитель Ким Ир Сен, и пришел на пост новый правитель Ким Чен Ир, он не показывался публике, он три года держал траву по своему отцу в конфуцианской традиции, плюс, конечно же, на этот период пришлись и экономические потрясения в Азии и в мире, а также засуха и неурожайность, из-за чего был широкомасштабный голод в КНДР. Все эти события, конечно, очень сильно потрясли мировую общественность и конкретно КНДР. И другой важный момент, который для нас имеет значение, это смена руководства в Соединенных Штатах Америки. Когда у власти был Билл Клинтон, все было относительно нормально, потому что, в принципе, США шли на контакт с КНДР, готовы были договариваться. Рамочное соглашение 1994 года является тому примером. Когда пришел Джордж Буш-младший, пошла активная антисеверокорейская риторика. Начали постоянно говорить в США о том, какая Корея плохая, как она все не так делает, и вообще, это режим изгоя, с которым надо бороться. Там еще и приплетали вопросы демократии, поэтому отношения, очевидно, обострились. Летом 2002 года поступили разведданные о том, что пакистанские ядерщики создали подпольную сеть передачи разных технологий в целом. Конечно, тогда были спекуляции, что эти технологии могут попасть в руки террористов, кого угодно, но выяснилось, что пакистанские ядерщики передали свои технологии КНДР, и вот КНДР начинает разрабатывать ядерное оружие. То есть, все, трагедия, непонятно что. Северная Корея, увидев агрессивную риторику США, решила пойти по очень интересному сценарию. Она не отрицала это все, она сказала, что мы начали разрабатывать ядерное оружие, и будьте добры, давайте как-то договариваться. Если вы хотите, чтобы мы прекратили это делать, хотя бы приостановились, обеспечьте нам нормальную политическую обстановку и экономическое сотрудничество. То есть, была вот такая вот банальная увязка отказа от ядерной программы в обмен на, по сути, экономические какие-то привилегии и политические привилегии в том числе. В 2003 году произошло очень важное событие. КНДР официально вышло из договора о нераспространении ядерного оружия, то есть, из ДНЯО, и после этого, конечно же, она отказалась от декларации о денуклеаризации корейского полуострова, шло все к тому, чтобы отказаться от соглашения о перемирии с Южной Кореей и о том, чтобы вообще кризис максимально обострился еще и на двусторонней основе между этими двумя государствами. Это был один из первых таких ярких кризисов и он, конечно, поставил в очень непростое положение многие государства, в том числе те, которые хотели бы как-то влиять на обстановку. И в целом, хотелось бы поговорить про два урока, которые были примером для КНДР и которые обусловили многие действия этой страны. Первый урок это урок Ирака, который был как раз-таки в этот промежуток времени, а второй урок это урок Ливии. Он был попозже, уже в 2011 и последующие годы. Урок Ирака заключался в чем? Когда Соединенные Штаты Америки говорили о том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения, а Саддам Хусейн отказывался и говорил, что у вас нет доказательств, и вы вообще о чем говорите, США говорили о следующем. Если отсутствует доказательство наличия, это не значит, что страна невиновна, это значит, что она очень усиленно скрывает эту программу. Понимая, что сейчас примерно такая же будет риторика, КНДР как раз-таки выбрала какую политику, просто говорит, да, она у нас есть, да, мы этим занимаемся, и что вы нам сделаете? Другой урок, это уже забегая вперед, о котором тоже стоит сказать, это урок Ливии. В 2003 году Ливии пообещали просто прекрасную плюшку, абсолютно спокойное и нормальное политическое, экономическое развитие, с учетом того, что она не развивает ядерную программу. Ливия пошла на эту сделку с дьяволом, в 2003 году отказалась от ядерной программы, от всего, чего только можно, да, вообще от идеи развития этого всего. Чем это все закончилось, и где у нас оказался Каддафи? Правильно, вообще, если следовать каким-то религиозным канонам, где-то либо в раю, либо в аду. Непонятно где, на самом деле, сложно это все оценить. Ну, то есть, понятное дело, пришли Соединенные Штаты Америки, провели чистки в парадигме своего собственного восприятия, и все, Ливия погрузилась в хаос гражданской войны, действующего главу государства истребили, Ливия до сих пор пребывает вот в этом вот хаосе и разрозненности. В Ливии идет еле-еле какое медленное государственное строительство, и как такового государства, нормально функционирующего, там нет. В общем-то, впоследствии как раз-таки именно этот пример и стал новым таким вот, новой красной тряпкой для БК, то есть для КНДР, и по этой причине впоследствии, конечно же, она также не отказалась от ядерной программы, понимая, что во многом она похожа на неудобный режим для Соединенных Штатов Америки, и раз дважды снаряд падал в эту воронку, то, скорее всего, в третий упадет он в ту же воронку. Так вот, мы немножко забежали вперед, вернемся в 2003 год, когда пошел полный провал вообще сдерживания КНДР, и стало понятно, что становится только хуже, первым задергался Китай. Очень сильно опасаясь того, что каким-либо образом ситуация может обернуться против самого Китая, Китай настаивал на медном урегулировании, и на созове чего-то типа, не знаю, платформы для переговоров, для формирования как раз-таки механизма этих переговоров, изначально, конечно же, не было плана создавать те шестисторонние переговоры, которые впоследствии создались. Почему изначально Китай не хотел визить в числе переговорщиков Россию и Японию? Потому что он боялся, что эти страны, будучи достаточно активными и имея какой-то вес, перехватят инициативу и будут делать так, как хочется им, и будут стараться выкрутить ситуацию именно для своих внутренних интересов. Отношения ухудшились буквально вот так вот, по щелчку пальцев. В 2006 году, когда внезапно Соединенные Штаты Америки обвинили КНДР в отпечатывании фальшивых долларов. Никаких нормальных доказательств этому действию они не предоставили, было также много спекуляций, что как происходило, но, в общем-то, они решили отрезать КНДР от мировой финансовой системы. И все счета и все финансы Корейской Народной Демократической Республики, которые были, тогда находились в одном из китайских банков, который располагался в Макао, и все эти счета были заморожены. Поняв, что мирно разговаривать не получается, Северная Корея решила, что надо проводить ядерные испытания. И МИД Северной Кореи как раз таки заявил, что Пхеньян просто вынужден провести ядерные испытания, потому что вы посмотрите, как вы на нас наступаете. Это необходимо для обеспечения нашего суверенитета, нашей безопасности. Китай, который до этого пилотировал все переговоры и говорил, что так, КНДР, мы должны все решить, и поддерживал КНДР, впервые высказался очень жестко. Более того, Китай вел санкции против КНДР, против КНДР также вели санкции такие государства, как, допустим, Япония, что тоже было достаточно неприятно. И были как торговые, так и финансовые ограничения. И, конечно же, Совет Безопасности, будучи главным органом мировым, который занимается решением вопросов безопасности и поддержания мира и стабильности, занеса этим вопросом. И была принята впоследствии резолюция номер 1718, 1718, ну, в общем-то, 1718, которая призывала КНДР отказаться от ядерной программы, вернуться к ДНЯО, и которая вводила, в том числе, санкции. Это разного рода эмбарго, в том числе, военная эмбарго, запрет ввоза определенных продуктов, предметов роскоши, например, специфичные какие-то пункты, но все же. Благодаря усилиям России и Китая удалось смягчить максимально эту резолюцию, были введены санкции, но, понятное дело, эти санкции особо не коснулись КНДР, потому что они и так это все не ввозили, этим не занимались, но на международном уровне это, конечно же, сработало как вот такой вот прецедент. Почему Китай, это то, о чем мы хотели с вами поговорить, почему Китай ситуация вокруг корейской программы и в целом дестабилизация ситуации в регионе это максимально негативный фактор для развития экономики. Китай заинтересован в стабильном АТР, Азиатско-Тихоокеанском регионе, и уж тем более в Северо-Восточной Азии. Более того, чем сложнее была ситуация с КНДР, тем больше Китаю приходилось впрягаться, а это во многом ухудшало взаимоотношения США, Японии и Республикой Кореи. Вы можете сейчас удивиться, что Китай когда-то имел теснейшие экономические торговые отношения с США, но это на самом деле так и есть, не зря была попытка торговой войны именно с Китаем между Соединенными Штатами Америки. В общем, да, тесно их торговые связи связывали, и понятное дело, если Китай дальше бы продолжил поддерживать КНДР, непонятно, как это отразилось бы на его развитии. Поэтому Китай пилотировал переговоры и занимался челночной дипломатией активно, то есть бегал между США, между КНДР, и пытался усадить за стол переговоров и каким-то образом смягчить этот кризис. Ну, собственно, дальше начинается вообще моя любимая ситуация, потому что 2009 год это год активных испытаний Северной Кореи и своих разных ракет. Началось все с запуска спутника, который неудачно запустили, все восприняли это как запуск баллистической ракеты, что было запрещено по резолюции 1718, все это осудили. США потребовали открыть страну для инспекции МАГАТЭ, КНДР отказывался, в общем, вот эта вот вся свистопляска, все это было, все это было очень сложно, была принята другая резолюция Совета Безопасности, номер 1874, которая, конечно же, усугубляла ситуацию и ужесточала санкции, при этом теперь разрешалось досматривать корабли КНДР, либо неважно кого, если было подозрение, что эти корабли везут ядерный материал для дальнейшей разработки ядерной программы. Конечно, все это было очень сложно. Казалось бы, куда уж хуже. И так, достаточно специфичная, сложная ситуация. И так идет разработка этой ядерной программы. И так нет никакого согласия и все в очень непонятном состоянии. Хуже, конечно же, стало. В 2010 году обострились противоречия между Республикой Корея и КНДР, и это было связано с корветом Чхонан. Спасибо большое году изучения корейского, теперь я могу спокойно произносить все эти названия. В общем, Чхонан это южнокорейский корвет, то есть военный корабль, и в результате какого-то определенного взрыва он затонул. Погибло 40 военных, еще 6 человек пропало без вести. Понятно, не было ясно сначала, что произошло, но впоследствии, после какого-то расследования, которое производилось не только Южной Кореей, но еще и другими государствами, в числе которых, например, была Швеция, Австралия, Великобритания, стало понятно, что была выпущена какая-то ракета подводная, и это привело к взрыву. Дальше искали, находили останки этой ракеты, нашли и сказали, что это северокорейская ракета. Многие эксперты не согласны с тем, что это была действительно она, некоторые технические моменты не совпадают, и допустим, видно, что останки вот этого вот устройства, которое достали, они лежали в воде намного больше, чем там несколько вот месяцев пока шло расследование. Нет однозначной позиции по этому вопросу, тем не менее, Сеул использовал это как повод для провокации дальнейших, и давил на то, чтобы КНД принесли извинения. КНД извинения не принесли, все отрицали, это также использовалось для того, чтобы показать Китаю, кого они поддерживают. Тогда же, в 2010 году, было еще одно событие, это перестрелка у острова Йонпендо, спасибо большое Года Корейского, удобно очень, в общем-то, это перестрелка, в которой пострадали люди, и перестрелка двусторонняя, южнокорейская, севернокорейская, то есть, это было, по сути, столкновение. На фоне вот этих всех событий, мировое сообщество, пока будет у вас разобраться, сейчас будет война между двумя Кореями, или сейчас будет что, вообще, прошу прощения, упустило одно важное событие, которое во многом потом определило, что же происходило дальше. В 2011 году в Северную Корею прибыл ученый Стэнфордского университета, которому Северная Корея как бы потрясла, вот так вот и показала все свои разработки, не все, часть своих разработок, и вывод, который сделал этот ученый, заключался в том, что как бы это не настолько низкотехнологичное оружие, как мы все предполагали. Более того, этому профессору показали центр обогащения урана, который необходим для того, чтобы создавать ядерное оружие, и этот центр был оснащен сотнями центрифуг, то есть, это не кустарное производство было, это была вполне себе промышленность. В общем, да, это как-то осталось все незамеченным, но это было, и это показало, что ядерная программа существует, активно развивается, и Корея, конечно же, не готова отступать. С тех пор было очень много попыток помириться, как-то усадить Корею за стол переговоров, усадить США, в общем, усадить за стол переговоров всех, кого только можно. Я вам только одно скажу, в 2012 году в Конституции Северной Кореи эта страна записана как ядерное государство. Все. Последний кризис пришелся на 2017 год, ну и понятно, самый последний пришелся буквально на 15 сентября, иначе этого бить его просто не было бы. В 2017 году все думали, что на фоне обострения между США, которые обвинили Ким Чен Ина в том, что а-та-та, так нельзя, и на фоне пребывания у власти Дональда Трампа, очень эксцентричного политика, начнется третья мировая война, все реально боялись, что так и будет, но ничего не произошло, и даже были встречи Ким Чен Ина и Трампа, ни о чем они не договорились, но очень мило друг с другом улыбались, что самое удивительное. И, в общем-то, запуски в 2017 году, наверное, заставили понервничать Японию, потому что технически производились через Японию. И самое интересное, большинство запусков Северной Кореи производились по очень специфичной траектории, поэтому долгое время не было возможности понять, насколько технологичная, насколько качественная ядерная программа. Они проводились по очень такой, как бы это объяснить, я не сильна в физике, но, в общем-то, сильно вверх, то есть они не под острым углом, а, по сути, под углом 90 градусов запускались, и поэтому они падали куда-то в море, а остатки у всех этих ракет не находились, поэтому оценки как таковой сделать нормальной не получалось. В общем-то, да. Корея в Совете Безопасности обсуждается, знаете, как сплетни за кофейком, когда вы очень давно не виделись, только вы видите здесь достаточно регулярно. Так что Северная Корея и эта повестка, она постоянно поднимается. И сейчас, когда буквально 15 сентября Северная Корея сделала запуск, чтобы показать свои железнодорожные виды доставки, транспортировки ядерного оружия, конечно же, все начали думать, что делать дальше. Скорее всего, отказаться от ядерной программы не получится. Она уже запущена, она уже есть, она активно развивается. Причина до жути банальная, мы об этом с вами уже неоднократно говорили, ядерное оружие нужно КНДР для сохранения государственности. И несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки после Ливии находились в кризисе гуманитарных интервенций и в целом, допустим, в том же НАТО есть очень сильный раскол, простыми словами, несмотря на упадок определенный и лидерство США в том числе, КНДР может стать следующим Ираком или следующей Ливией. И это прекрасно понимают как разные государства типа США, типа Китая, типа России, Японии, Кореи, так и само руководство КНДР. Именно поэтому оно так активно держится за свою ядерную программу и пока что о каких-то изменениях во внутренней политике говорить не стоит, потому что пока у власти находится Ким Чен Ир. Когда в 2011 году умирал его отец Ким Чен Ир, были очень большие ставки и надежды на то, что сменится внутриполитический курс, вроде как придет молодая кровь и пойдет такая вот активная демократизация Северной Кореи. Этого не произошло, демократизации никакой не было в этом государстве и поэтому нет никаких предпосылов говорить о том, что эта страна откажется от своей ядерной программы. В чем именно заключается угроза наличия ядерной программы? Ну, угроза для конкретных стран, мы уже говорили с вами об этом, в целом это угроза для существования режима нераспространения ядерного оружия. Ну, базовая схема, если можно им, значит можно и другим. И многие другие страны, которые, может быть, сейчас еще не занимаются развитием, могут последовать примеру КНДР и если не обзавестись ядерным оружием, то хотя бы начать какие-то разработки. И тогда абсолютно упадет этот режим стратегической стабильности и режим ядерного нераспространения и никто точно не может сказать, чем это все закончится. Одно ясно-точно, это будет явно далеко не самое положительное развитие событий для человечества в целом, потому что одна маленькая ошибка где-нибудь, даже, не знаю, человеческий фактор и весь мир подлетит и слетит с орбиты. Этого, конечно же, очень и очень не хочется, так что будем надеяться, что все-таки либо рациональность и разум возобладают над разными людьми, либо не случится просто банальные ошибки и мы будем так же жить спокойно. А КНДР, видимо, так и продолжит развивать свою ядерную программу, потому что пока что повернуть это все вспять не получается. Я надеюсь, что вам интересно было посмотреть это видео и что вы узнали для себя какие-то новые факты и, может быть, получше поняли эту ситуацию, как обычно. Вся литература будет в описании, внизу также будут тайм-коды, чтобы вы могли проматывать то, что вы хотите. Если есть какие-то конкретные предложения по следующим темам, которые вы хотели бы разобрать, обязательно напишите в комментариях, я буду только рада. Пока что я благодарю вас за то, что вы так долго были со мной в этом видео и посмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, там есть регулярная рубрика «Политический факт», где мы разбираем какие-то конкретные интересные события либо же какие-то понятия и термины. очень все не напряженно, весело, интересно, классно. Советую обязательно подписывайтесь. На этом спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok